Так, это Луна, 16 февраля, 2022 год, Харькова, 3 часа 40 минут по Киеву. Так, полнолуние, ну то есть видим по наличию линии терминатора, то есть линия, где по поверхности идет. Касание света и тени. Что до абсолютного полнолуния, идеального, у нас еще несколько часов, но к сожалению этих часов у нас нет. Небо уже начинает затягиваться и даже надежду поснимать в 5 утра. Элангацию Меркурия. Меркурий сегодня тоже на наибольшем расстоянии от Солнца на небосводе. А также пролет возле Марса, не возле Марса, конечно, а на небосводе это выглядит, как будто возле Марса пролетает МКС в 5.40 по 47 по Киеву. Всего в 20 угловых минутах будет пролет, если вы его наблюдаете из Харькова, как я. Тоже у меня пока надежды умерли все вместе. Так, а вон у нас какой кратер примечательный в центральном, в центральной области которого гора 160 эпицентра. Вот у нас Аристар, кратер Аристар, который молодой, 60-миллионный, 60-миллионнолетний. Ну, по крайней мере, с отсутствием ветра нам повезло. Практически полное его отсутствие. Вот это он как раз себя проявил. Колебания в кадре, это, конечно, не мандраж луны. А потоки ветра колеблют камеру. ИСО-125, выдержка 1 к 3 к 120. Надо даже посветлее чуть сделать. Это совсем какая-то мрачная картинка. 1 к 200, выдержка. Фотоаппарат Nikon Kull PXP 1000 на штативе. Сейчас бы Горбов полный кадр взять. Всю нашу красоту. Вселенную прекрасную. Ну вот так. Отошел совсем. Прекрасные три погожих дня подарила нам природа матушка. И аномально ясные дни. Учитывая, что практически месяц был сплошной облачности. И аномально теплая. Весь февраль в плюсовых дневных температурах. Минь. Да. Уменьшаю выдержку Все, отошел Вот он, кратер Тихо Опять я забыл Датский, это ученый Тихо брали, не датский Через которого назвал этот кратер Да, ну без линии терминатора даже Не настолько все контрастно И красиво Игра свет и тени добавляет колорита, конечно Вот этот кратер С выделяющимся центром Выделяющимся Эпицентром взрыва, конечно Яльче смотрится Безликая равнина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok